Тема сегодняшней передачи у нас — это родители, их роль и значение. Сергей Филинов. Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждёт». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трёх дочерей. Когда родители и мужи, и жены, жениха и невесты, они участвуют в церемонии сочетания, они благословляют своих детей. Они дают такое напутствие доброе в семейной жизни. Я верю, что это имеет свою духовную силу. Это не просто добрые слова. Это то, что будет действительно реализовываться в этой семье. Это то, на что можно, так скажем, строить основания и знать, что родители благословили. Родители одобрили этот выбор. Поэтому я бы всячески призвал, чтобы никогда не делали так, что родители просто как бы со стороны наблюдают, со стороны соглашаются и просто принимают то, что есть. Потому что вы считаете, я самостоятельен, я могу, я сделаю, я найду, я создам свою семью. Но нет, доверились им и могли бы делиться. И это хорошее время такой, знаете, особой открытости, особых переживаний. Я думаю, что проходит время, человек взрослеет и начинает еще больше ценить, как правило. И в этом ценить родителей, и в этом выражается его настоящая зрелость. Потому что он начинает ценить тот опыт жизненный, который есть у родителей. Поэтому обязательно обращайтесь. Вопрос еще здесь важен, когда вы познакомите, да, со своей второй половинкой. Я думаю, что это надо делать раньше, как можно раньше, вовлекать в жизнь семьи, чтобы другие могли увидеть, то есть, а как происходит жизнь в вашей семье. И это очень приятно, если действительно есть такое ценное и хорошее наследие, когда человек размышляющий, а вот действительно ли могу я за него выйти замуж, приходит в семью, родительскую семью своего жениха. И она видит там атмосферу уважения, атмосферу принятия друг друга, атмосферу, которая поддерживает друг друга. Я думаю, что это будет очень серьезным таким приятным фактором для того, чтобы принять решение и, да, выйти замуж за этого молодого человека. И то же самое по отношению к девушке. Когда парень придет и увидит, что в ее родительской семье тоже подобная атмосфера, я думаю, это будет очень важным тоже моментом. Другое дело, когда в семье мы можем, наоборот, увидеть разрушающие отношения, взаимоотношения, критики, какой-то осуждающие, да, то это должно настораживать. Потому что действительно тогда придется приложить много усилий для того, чтобы создать в своей семье не то, что в чем вырос и что было ранее, а создать то, что действительно является созидающим отношения и является благословением. Поэтому родители, конечно же, имеют огромную роль, значение. И при этом еще, наверное, чуть дальше скажу, уже для семейных отношений очень важно понять, что все-таки создавая свою семью, вы будете прежде всего делать что-то свое. Здесь очень важно еще затронуть вопрос о тех границах, которые будут. Когда вы уже станете мужем и женой, очень важно четко провести границу, дать понять родителям, что теперь вы новая семья. И теперь вы самостоятельно принимаете решение. Да поможет вам Господь. У нас сегодня в передаче гость Инна Караченцева, молодежный служитель Церкви Слово Жизни, город Санкт-Петербург и основатель школы призвания «Путь». Инна Караченцева, основатель служения школы призвания, служитель Церкви Слово Жизни, город Санкт-Петербург. Автор программы по определению призвания «Распакуй мечту». Создатель первого в России пешего маршрута по поиску себя «Путешествие по смыслам». Крым. Распакуй мечту. Я думаю, что всему нужно некое время. Я не говорю, там теперь встречаетесь, там три года и вот все, смотрите, наблюдайте. Но нужна некая, вот чтобы успокоились эти страсти что-ли внутри, нужно посмотреть на это чувство с неким здоровым рассудком, если можно такое пережить состояние влюблённости, немножко остыть и посмотреть уже с позиции выбора. Ну готов ли ты жить с этим человеком? Ведь эти все, как мы уже часто говорим об этом, все эти чувства, эмоции, ну они пройдут как-никак. И останется решение, останется выбор твой. И тогда стоит задать вопрос, готов ли ты нести ответственность за свой выбор? Готов ли ты, как парень, нести ответственность за эти отношения и строить дальше семью? Когда заводишь разговор об ответственности в отношениях, как-то уже немножко взгляд иначе на эту ситуацию возникает у молодых людей. А вот на ваш взгляд, если мы говорим об этих особых чувствах, страсть, для которых нужно время, чтобы они улеглись, есть ли здесь различия между чувствами, которые у молодого человека и у девушки? Как вы считаете, может быть у кого-то они более сильные, может быть менее, может быть какая-то специфика? На ваш взгляд, как это происходит? Ой, на мой взгляд это всегда по-разному. То есть бывают более эмоциональные девушки, они такие вперед, ничего не хочу слушать, вот хочу замуж, хочу вот этих отношений. И чтобы эта любовь чем-то подтвердилась свадьбой, хочу белое платье. Ну, бывает парень, который тоже вот ему ничего уже не надо, он хочет вот жениться и все, чтобы она была его. И тут поэтому, ну вот разные ситуации, разные люди. И я считаю, что, ну вот есть разные мнения, мое личное мнение, что все-таки вот в отношениях эмоциональных девушка должна себя правильно вести, так скажем. И что-то позволять, а что-то нет. То есть нужны какие-то все равно ориентиры, да? То есть вот где понимать, где отличать, какая настоящая, какая требует действительно времени, чтобы она созрела, чтобы она вызрела, да, любовь? Ну, думаю, что, конечно же, да. Спасибо вам большое, я думаю, это потрясающе, это очень хороший и нужный совет, который мы можем дать молодым людям. Спасибо вам большое, так что спасибо за участие. Вопрос такой, он хочет, мой парень, чтобы мы после свадьбы жили у его родителей, а я хочу, чтобы мы жили только вдвоем. Как нам прийти к согласию? Смотрите, конечно же, есть разные причины, почему он может быть настаивать на этом решении, чтобы вы жили именно с родителями. Может быть, есть какие-то причины экономического характера, я сейчас не берусь даже предположить. Но в целом, если действительно ситуация такая, что есть выбор, где вы будете жить, моя рекомендация однозначно. Новая семья, образовавшаяся, должна жить отдельно от родителей. Если вы независимы от родителей финансово, если действительно есть возможность, то лучше начните жить отдельно. Это поможет вам действительно обрести действительно свое гнездо. Вот единство, прежде всего, между вами должно созидаться, между вами двумя. И в этом плане, когда вы отделитесь от родителей, это будет вам только способствовать. Вы будете привыкать друг к другу. И когда вы живете с родителем, при всех самых лучших пожеланиях с их стороны, вы знаете, они будут привносить еще дополнительную точку зрения, дополнительный взгляд. Здесь всегда начинается какой-то момент, кто кого к себе в союзники возьмет. Понятно, что если парень настаивает, чтобы жили у его родителей, то понятно, там союзники. Это его мама, которая может всегда сказать, насколько, может быть, невестка не настолько вкусно там что-то приготовила, или что больше нравится ее сыну. Но нужны ли эти споры, нужны ли эти конфликты? Я думаю, что нет, ни в коем случае. И здесь будет очень уместно проявить мудрость и действительно искать возможность жить отдельно. Поэтому моя бы рекомендация любой новообразующейся паре, семье, это подумать, а где мы будем жить. И только в крайнем случае, и то даже на какое-то некороткое время, может быть, есть исключение пожить немного с родителем. Но еще раз хотелось бы, чтобы вы услышали, самая важная рекомендация, все-таки жить отдельно. Постарайтесь, позаботьтесь об этом, чтобы действительно созидать теперь то пространство любви, которое есть между вами двумя. И это будет для вас, вы увидите, огромным благословением. Это поможет и родителям также. И мало того, здесь даже еще это поможет привести определенные границы на будущее. Что родители будут чувствовать и понимать, что теперь, да, наш сын, наша дочь, она теперь не сама принимает решения, и не мы участвуем в этих решениях, а они теперь вдвоем. Это семья, это что-то отдельное. И вот такие границы, знаете, даже когда люди живут отдельно, им приходится порой защищать. Потому что родители по своей доброте, они могут приходить, вмешиваться, рекомендовать, какие обои поклеить, что кушать. Много важных есть каких-то советов, которые они могут быть с их стороны очень настойчивыми. Но защищать для своей же семьи границы очень важны. И в этом плане, конечно же, ищите, как вы можете создать прежде всего единство друг с другом. Так что хочется пожелать, чтобы вы пришли к согласию, воспользуясь вот этой рекомендацией. Нашли того человека, кому вы оба доверяете и приняли вот совет. Ну и мой был бы совет в этом случае, это живите отдельно. Созидайте свою семью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова